Десятки машин от самых маленьких до мощных болидов в горках прошел кубок Крамар Мотоспорт по автокроссу, организаторами которого выступили Подмосковная Федерация Автоспорта, Московская областная организация технических видов спорта, Видновское казачье общество, а также МБУ Дорсервис. Всем удачи на трассах, вам интересной трассы, интересных заездов, успехов, пусть победит сильнейший. География спортсменов широка, они представляют не только различные города Подмосковья, но и Санкт-Петербург, Ржев, Калугу, Смоленск. Возраст от 5 до 70 лет. Состав сильнейший в числе участников и мало чемпионов. Особенно примечательны соревнования тем, что фактически являются открытием новой трассы в горках. До этого здесь катались участники гонок на выживание, теперь еще будут проходить и состязания по автокроссу. Эти тестовые заезды оказались удачными. Мнение очень многих наших организаторов, кто здесь присутствует, судей, на данный момент вот эта ваша трасса по качеству покрытия, по удобству и безопасности работы маршалов влаговых, эта трасса номер один. То есть вот можете гордиться. Сейчас равных этой трассе нет. Участвуют 8 классов машин, 4 взрослых и столько же детских. От D3-микро до супербагги, который в автокроссе считается королевским классом. На трассу выезжают мощнейшие болиды с нелимитированными моторами, которые разгоняются до сотни за считанные мгновения и буквально летают по дороге. Один из фаворитов гонки – машина под номером 43, за рулем которой вице-чемпион России Денис Окшин. Титулованный спортсмен из Зеленограда уверенно вырвался вперед еще на старте и дальше успешными маневрами только наращивал свое преимущество. До начала заезда мы поинтересовались у спортсменов, в чем же его секрет успеха. Нужно много ездить, нужен очень серьезный накат, опыт и голова на плечах. Шустро едут и маленькие гонщики. Видновчанин Дмитрий Власов к своим пяти годам добился солидных высот. Он уже дважды чемпион Московской области. Стать победителем юный спортсмен хочет и сейчас. Хочу постараться вырисовать. Ну какая твоя машина, расскажи нам. Ну она быстрая, крутая. Как шутят в семье Димы, за рулем своей первой машины он оказался, едва научившись ходить и бегать. В два года. А зам грамотного и быстрого вождения его научил дедушка Константин Колобков, который долгое время выступал за сборную страны по автокроссу. Такая вот спортивная династия из нашего города. Ну это, наверное, уже семейная традиция, потому что у меня племянник со мной с детства ездил. Соответственно, он этим переболел очень сильно. Тоже хотел гоняться, не получилось. Сейчас это передалось на внука. Внук сразу сказал, что я гоняться буду. Пап, давай. Ну а папа как без деда. Дед, давай. Ну вот мы как можем помогаем собирать ему машину. Различные соревнования по автодисциплинам проходят в горках регулярно. Уже в следующее воскресенье здесь пройдут гонки на выживание. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.